Всем привет! Напоминаю, каждый, кто задонатит по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, будет попадать в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Майка, Дант, Вилайт, Проджект Нельсон, Алексея Тереза, Спити Хедж, Алекс Космос и Дмитрий Моррисон. А теперь перейдем к видео. Продолжение следует... Я не понимаю, почему это для кого-то еще остается тайной. Но я думаю, много времени это не займет, а тем, кто действительно хотел узнать, теперь они узнают. Призываю вас ставить ядер лайки, подписываться на канал и теребить колокольчик. Приятного просмотра! Для начала хочется сказать, что в первом Fallout, в отличие от 3D-части от Bethesda, нет такой фигни, как автолевелинг. И если залезть куда-то, где тебе еще быть рановато, то там тебя порвут на раз-два. Однако, существуют специальные спидран-стратегии, которые позволяют с самого начала добежать до нужных вам локаций и совершить все то, что нужно. Но, опять же, с некоторыми оговорочками. Попасть в создателя на первом уровне, это задача не из простых, так как у главного героя не хватит статов ни для взлома нужных дверей, ни красноречия, чтобы договориться с тем, кем надо, ни оружейных скиллов, чтобы пробиться с боем, да и самого оружия нет. Поэтому, разумеется, сразу в лоб бежать на создателя глупо, ничего не выйдет. Но вот взорвать сначала морепозу, это пожалуйста. Выйдя из убежища, направляемся налево. Добежав до морепозы, нас остановит охранник. Сказать ему, что мы хотим поговорить с их главным, и нас проведут к лейтенанту. Нагрубив ему, начинается небольшая катсцена, в которой он будет шагать по комнате, чтобы начать нас атаковать. Пока он это делает, тупо убегаем к компьютеру самоуничтожения, и нам хватит науки, чтобы запустить режим. Через лифты бежим назад, а на выходе тупому мутанту говорим, что мы просто новый вид, созданный самим создателем. Если честно, здесь мне стало интересно, повлияет ли как-то на убежище 13 взрыв морепозы. Отправившись назад и обратившись к смотрителю, узнаем, что единственное, что волнует этих подземных людей, вода. Неудивительно, на этом этапе у нас еще и обратный отсчет идет, поэтому просто отправляемся к создателю. Полученные 10 тысяч очков опыта за уничтожение морепозы, нам хватит для того, чтобы поднять немного науку, красноречие и взлом. Добравшись до храма, направляемся прямо к лестницам, дверь к которым легко взламываем. На самом верхнем этаже обращаемся к местному фиолетовому халату, который нас и проведет к создателю. Я не верю в создателя, дебил. При помощи эксплойта с началом и завершением пошаговых боев, бежим от создателя и направляемся к комнате с компьютером для самоуничтожения храма. Выбегаем из подземелья и наблюдаем взрыв. И на самом деле ничего не меняется. Нам показывают некоторые слайды о некоторых поселениях, а затем нас перекидывают смотрителю, который скажет, что нам здесь больше не рады и шли бы мы лесом. И тут, по сути, мы не нашли ни чип, не отправили из хаба дополнительной воды, главный герой уходит из нового деревни Ороя, а убежище 13 ждет смерть от жажды. Интересный поворот событий, но он никаким образом совсем не показан в игре. Его можно только додумывать. Если честно, выпуски по классическим играм серии чересчур очевидны. Однако, в который раз я не могу не восхититься первой частью серии. Ты действительно можешь забить мне вообще на все и отправиться куда угодно, причем все двери для тебя будут открыты. Вот где открытый мир. Во второй части, кстати, с этим есть некоторые проблемы, но об этом как-нибудь в следующий раз. А на сегодня все. Не забывайте ставить ваши ядер лайки и подписываться на канал. Также, если у вас есть идеи для роликов этого формата, то обязательно оставляйте их в комментариях. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока.